Безопасность и экономическое измерение Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе Шанхайской Организации Сотрудничества. На саммите в Астане глава государства подчеркнет, Беларусь как донор региональной стабильности может на деле вносить конкретный вклад в достижение целей Шанхайской Организации Сотрудничества. Кроме того, мы готовы усиливать роль нашей страны как связующего звена между Европой и Азией. Также Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии международной выставки Экспо-2017. Есть там и белорусский павильон, его главная особенность – максимальная интерактивность. Юлия Бешанова, обо всем по порядку. Спустя буквально несколько лет после образования Шанхайской Организации Сотрудничества в мире стали возникать новые вызовы и угрозы. Терроризм, экстремизм, проблемы с организованной преступностью. Таким образом, на первый план вышли вопросы региональной безопасности, а справиться с такими проблемами в одиночку практически невозможно. 17-й саммит Шосс в Астане – политическое событие, которому сегодня приковано внимание всего Евразийского континента. Символично, что встреча проходит на земле Казахстана. Много веков назад здесь пролегал Великий Шелковый Путь, который связывал Европу и Азию, Восток и Запад. С тех пор изменился набор товаров, политическая карта мира, но осталась необходимость в сотрудничестве. Беларусь в статусе наблюдателя к организации припнула год назад. Кстати, первая из европейских стран. Для нас такое партнерство – возможность участия в межрегиональных проектах. Партнеры видят в нас своеобразный плацдар между Востоком и Западом. Фундамент нового по историческим меркам геополитического объединения строится на принципах равенства и взаимного доверия. Изначально организация создавалась, чтобы вместе противостоять всплеску международного терроризма. В смысле последних событий в Британии, Европе и Иране задача не теряет актуальность. Такие масштабные мероприятия для лидеров – это еще и возможность пообщаться в куварах. Александр Лукашенко для участия в работе саммита прибыл накануне. Еще до старта главного разговора провел ряд встреч. На полях форума президент встретился с руководителями России, КНР, Афганистана и Таджикистана. Ранее пообщался тет-а-тет с Антонио Гутериши, генеральным сектором ООН. Уже за круглым столом глава белорусского государства заявит, год работы нашей страны в статусе наблюдателя подтвердил правильность выбранного курса. Тот небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя, шанхайской организации, сотрудничества, полностью укрепил нас в правоте сделанного выбора. И я, естественно, здесь выступаю как внимательный наблюдатель за теми процессами, которые происходят сегодня в ШОС. Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов шанхайской организации никто, нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность. Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе и его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного, взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. Два мощнейших государства – Индия и Пакистан – становятся ее полноправными членами. Это не просто важнейший результат, это мужественный и ответственный шаг нашей организации. Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными, мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Этим самым вы взяли на себя решение и этих проблем. И я уверен, что будучи членами Шанхайской организации сотрудничества, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших, я сказал бы, проблем, но они решат эти проблемы. Основа большой шанхайской семьи – борьба с международными проблемами – терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью. Так что приоритеты Беларуси в сфере безопасности идентичны основным идеям ШОС. В списке – противодействие наркотрафику, нелегальной миграции, торговле людьми. Объединяющее начало и экономическое сотрудничество развивать – это направление – одно из предложений белорусской стороны. Задача на ближайшее время – максимально наполнить эту сферу реально работающими проектами. Скажу откровенно, сегодня Европа страдает от наплыва беженцев. Так вот, если бы Европа не отгораживалась и не достабилизировала этот регион, а помогла этому бедному региону, сюда бы Европа не имела этой проблемы. И сегодняшнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств, не только ШОС, но по периметру шанхайской организации, как раз очень важен с точки зрения решения вот этой страшной проблемы нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Убежден, что упрощение экономического измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого вопроса. Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов – экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных, в том числе с активным привлечением и государственных наблюдателей. И то, что об этом сегодня говорил президент Китая, президент России, крупнейшие участники шанхайской организации, не бедные участники, говорит о том, что и эта проблема экономическая может быть решена. Также придаем большое значение решению задач по устранению препятствий на пути движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в Евразии. В отличие от европейских антиглобалистских тенденций, Евразия демонстрирует стремление к объединению. ШОС – это шесть стан-участниц и шесть наблюдателей. Есть еще партнеры, но это пока дальние родственники. Впрочем, карту уже можно обновлять. Индия и Пакистан теперь полноправные участники организации. Таким образом, шанхайская организация сотрудничества с регионального уровня выходит на континентальный и представляет интересы трех миллиардов человек, а совокупный ВВП повысится до 33 триллионов долларов. Раньше Исламабад и Нью-Дели было сложно назвать партнерами, но сегодняшняя геополитическая ситуация подталкивает к дружескому диалогу. Позвольте мне поздравить с вхождением в ШОС в качестве полноправного государства-члена. По итогам работы саммита подписано 11 документов. Договорились о совместной борьбе с международным терроризмом, подписали Астанинскую декларацию и конвенцию о противодействии экстремизму. Полномочия председателя перешли к Китаю. Планируется, что следующая встреча глав стран-участниц ШОС пройдет летом 2018 года в Пекине. Подчеркнута решимость государств-членов ШОС наращивать согласованные усилия по противодействию общим вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог и сотрудничество по обеспечению комплексной безопасности. Подчеркнута также важность активизации работы по скорейшему принятию всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом, а также по ратификации, конечно же, с учетом национальных интересов государств-членов ШОС, 19 универсальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом. С полей саммита на поле Экспо-2017 за пять лет подготовки в Астане построили город в городе. На 170 гектарах павильону больше сотни стран. Настоящее путешествие вокруг света. Тематическая выставка «Энергия будущего» погружает в мир, казалось бы, фантастических научных разработок. Участие во всемирной ярмарке, возможность продемонстрировать товар лицом в белорусском павильоне, ставка на интерактивность и инновации. К слову, Казахстан уже подсчитывает экономические бонусы от Экспо. За пять лет подготовки появилось 55 тысяч новых рабочих мест. Обновили инфраструктуру, построили две сотни новых отелей. Ожидается, что выставку до сентября посетят 5 миллионов человек.